Привет, друзья! Уходит время ждунов Ryzen. Осталось дождаться всего одного варианта процессора. И наступает время ждунов Intel. Чего ждём? Новую платформу X299. Может показаться странным такое количество решившихся перейти на платформу для энтузиастов, с её ценами и количеством багов на старте. По крайней мере, первой материнке на X99 это было то ещё приключение. Но о грядущей платформе мы ещё поговорим. Сейчас же о золоте и платине. Именно так теперь Intel будет классифицировать свои Xeon. И чем чёрт не шутит, может и следующее поколение десктопных процессоров. Сейчас Intel выводит на рынок новые серверные процессоры Xeon Gold и Platinum, представленный в 2016 году сокет 3647 до 28 ядер Skylake SP. Но мы ожидаем и процессор, больше 200 Вт. На один канал 3 модуля оперативной памяти, до 18 модулей на один процессор и до 8 процессоров на одной материнской плате. Только представьте себе такого полностью укомплектованного вычислительного монстра. Но всё же зачем эти Platinum, Gold и прочие драгоценные металлы? Ведь наименование всех процессоров Platinum начинаются с восьмёрки. Gold с шестёрки, ну или пятёрки. Silver с четвёрки, а бронз с тройки. Специалисты и так это будут знать, как и знали раньше. Но это чтобы неискушённый руководитель понимал, какого уровня у них в стойке процессоры. А если название перекочует в потребительский сектор, то я думаю, вы сами понимаете, простое желание обладать золотым процессором гораздо выше, чем такое же желание обладания бронзовым. Выше и ожидание от Gold процессора. Но вы, наши зрители, вряд ли поведётесь на такой ход, с чем вас и поздравляю. Процессор нужно выбирать исходя из задачи, а не его маркетингового названия. 5 триллионов кадров в секунду. Это скорость съёмки уникальной камеры, созданной в Швеции. Естественно, назначение камеры сугубо исследовательское, ведь замедляя в многократное изображение, можно увидеть своими глазами распространение света. Это новый рекорд скорости, но стоит отметить, что и американцы, и японцы уже были близки к такой скорости, что и демонстрировали пару лет назад. А в этом ролике, шведов, импульс перемещается на расстояние, не превышающее толщину листа бумаги. Интересно, не правда ли? Ещё интереснее, как работает такая камера. Фотографов, прежде всего, волнует, как достигается такая короткая выдержка, но тут принцип несколько иной. Камера посылает и принимает множество лазерных импульсов с разной длиной волны и регистрирует в один кадр сразу несколько экспозиций. Они не смешиваются из-за разной длины. По факту, получается частота кадра в классическом понимании гораздо ниже заявленной. Но поступающие на компьютер данные, склеенные в один кадр, всё ещё можно считать. Ну, как отдельные. А среди доступных нам с вами высокоскоростных камер есть, наверное, только камера мобильного телефона Sony Xperia XZ, снимающая почти тысячу кадров в секунду. Для эффектов с замедлениями её больше, чем достаточно. Если брать такой смартфон на Алиэкспресс, можно и так прилично сэкономить. А если воспользоваться кэшбэк-сервисом Letyshops, то полторы тысячи рублей вернётся с такой покупки обратно на ваш счёт. Ссылки в описании. Ну а мы продолжаем. Не просто так я вспомнил камеру мобильного телефона. Мобильная фотография довольно быстро развивается. Назло всем недоброжелателям. И чуть меньше года назад Марк Левой, отвечающий в Google за фотонаправление в смартфонах, выпустил вполне рабочую версию, но всё ещё экспериментального приложения, See in the Dark, способного снимать в темноте без шумов. Принцип известен уже давно. Нужно сделать как можно больше снимков для получения избыточного материала. Затем всё склеить, вычитая шум. И приложение See in the Dark создаёт до 64 снимков и выдаёт невероятный результат. Вряд ли кто-то скажет, что снимок был сделан на смартфон в темноте. Взяв за основу методику See in the Dark, программист из Google Флориан Кайнц, инженер Google Dream, написал несложную программу для просто автоматической съёмки. Не буду вдаваться в детали. Тут, если вас заинтересует, я оставлю в описании ссылку на его статью со всеми подробностями. Так вот, съёмка автоматическая, но обработка снимков производилась вручную. Вот такие получились ночные пейзажи. Без дополнительных источников освещения. Картины ночи просто изумительные, но Флориан выполнял обработку вручную, так как у него не было задачи написать полноценную коммерческую утилиту. О чём всё это говорит? В Google много внимания уделяют фотографии. Значит, следует ожидать коренных изменений, и если не в Android, для всех, так хотя бы в Google Pixel. Потом посмотрите на ночные снимки тех самых пикселей. Они значительно уступают и LG G6, и Samsung Galaxy S8. Но результат, фотографии, которые вы видели, сделаны на тот же пиксель. Тут вопрос-то, ничем снимаешь? А что и как? Возможность сделать обработку таких фотографий хотя бы отчасти в автоматическом режиме немного упирается в производительность смартфона. Понятно, что бюджетники вряд ли потянут склеивание 64 снимков с полным разрешением и вычитанием шума. Процесс может сильно затянуться, если вообще будет закончен. А флагманом наконец-то появится, куда применить свою мощность. И на вопрос «Куда столько?» можно смело отвечать на обработку фото. На сегодня всё, но вместо привычного «пока» хотел бы заметить. Недавно прошла новость, что Яндекс.Карт и Яндекс.Навигатор станут платными для коммерческого использования. И это вызвало невообразимое бурление коричневой жижи у тех, кто никакого отношения к коммерческому использованию не имеет. Господа! Господа все в Париже! Но неважно. Для нас, частников, всё, как и раньше, останется бесплатным. Успокойтесь, а таксисты разберутся без нас.